Итак, я вышла второй наш тюльпанчик. Посмотрите, какие большие цветы у нас получились. У меня здесь точно не получится 8 штук, получится только 6. То есть 3 пары. 2, 4 и еще 2. Мы их тоже сделаем, давайте, большими. Сделаем их более раскрытыми. И пусть они у нас смотрят, как и вот эти. Вот, примерно вот так. Чтобы эти шли как бы тут. А эти уже у нас выходили сюда. Вот, более так вот, к центральной этой части. К центральной части. Вот сюда. У меня здесь вот еще остались ленточки. Я, знаете, буду делать параллельно как бы. Сначала сделаем, давайте лучше задние, задние лепесточки. Вот. С обратной стороны выведем. Сделаем их, так, ну где-то вот такой длины. Вот такой длины. Пусть они у нас смотрят сюда. Немножко загибаются. Все же надо цветочки сделать немножко по-разному. Мы их с вами так и сделаем. Вот, мы возьмем вот так и пусть даже на пепесток немножко так вот загибается. Вот так. Теперь идем вот сюда, ближе к основанию. И сделаем французский узелок. Раз, наматываем ленточку. Вот, намотали один раз. И примерно в эту же дырочку, но чуточку-чуточку, где-то ниточку подальше. Вот. Вот так вот придерживаем здесь ленту самую. Прокручиваем и выводим нашу ленту. Чуть поддерживаем наш узелок. Он у меня не лег как надо. Он у меня запутался. Бывает такое. Выводим опять сюда. Его сейчас вот просто закрепим. Опять выводим. Прям вот. Вот в это вот. Узелок и ведем опять назад. Бывает иногда такое, что ленточка. Скрутили и все. Ну вот. Узелок у нас как бы есть. Нам не нужно, чтобы он у нас был какой-то такой сильно красивый. Хотя он у нас получился неплохой. Мы можем вывести еще сюда. Мне лента позволяет. Чтоб нам ее уже не обстригать полностью. Мы его выводим опять на лицо. И закрываем вот так узелок. И выводим опять вниз. Вот. Вот так сделаем. Обстригаем. И чуточку вот так приварили кончик. Убираем ниточку. И убираем ленту. И берем новую. Где-то отступаем. Ну больше сантиметра. Лучше полтора. Чтобы лента не мокрелась. И так продолжаем. Теперь нам нужно вышивать боковые лепестки. Начинаем как всегда с основания. Убираем. Укладываем. Так. Здесь вот подправим. Ленточку. Расправляем ее вот так. И где-то вот так. Чтобы развернулся лепесток. Вот так, наверное. Вот. Вводим. В бок боковую часть ленты. С одной стороны. Теперь то же самое делаем с другой стороны. Здесь очень увлечение у меня большое. Поэтому получается, что иногда сбиваюсь с экрана. Что прошу простить. Так. Расправляем. Вот. Так. И. Уводим вниз. Теперь делаем опять же такие же объемные лепестки уже пониже. Но если здесь мы их делали достаточно высоко, то с этой стороны мы их сделаем не такими высокими. Мы их сделаем вот так. Как бы почти на половину лепестка. И почти так получается на половину лепестка. Вот сюда. Здесь будет более открытый и дополнительные лепестки. Сейчас мы попробуем это все сделать. Вот. Более так. Видите, уже загибаем его в эту сторону. То же самое. Такой же лепесток делаем с другой стороны. Укладываем. Вот так. Здесь почти цветочек к цветочку соприкасается. Сейчас надо аккуратненько вывести лепесток. Сильно не затягиваем. Теперь сделаем еще лепестки. Мы сделаем центральный еще вот лепесток. Вот в этом месте. Вот такой высоты. Вот так. Здесь немножко поднимаем. Как бы открываем наш лепесток более открытый. И теперь уже еще сделаем по лепесточку. А давайте эти лепесточки сделаем тоже вот такие. Вот так. Попробуем. Даже вот так немножко. Вот. Вот так. Как будто лепесточек свалился немножко. Но то же самое сделаем с другой стороны. Потому что цветы же разные бывают. Которые уже как бы. Ну все. Он уже старенький. Он уже все опадает. И вот мы такой же и сделаем. Сильно раскрывшийся. Даже вот так можно сделать. Вот этот лепесток делаем вообще вот так. Немножко есть поднимем. А с этой стороны вот так его проколем. Венточный стежок сделаем. Вот теперь мне нравится вот этот вот цветок. Он более раскрытый. Более такой вот пышный. Все. Вот так получилось у нас. И смотреть от вас вот как получилось. Вот этот цветочек, который мы сделали. Нам нужно точно такой же сделать вот здесь вот. В зеркальном отражении. В зеркальном отражении.